Приветствую вас! Знаете, что общего между тем, что вы спрашиваете, да, то есть между вопросом вашим и тем, что вы задаете его анонимно? Вот, что общего между этими двумя моментами, если угодно будет так сказать, общего будет стыд, то есть вот я в буквальном смысле, да, не боюсь вам это... сказать, да, что общего, общего это стыд, то есть вы стыдитесь того, что... ну, того, что делаете, вы стыдитесь того, что хотите, вы переживаете по поводу того, что хотите. А стыд, стыд, ну, вообще, как таковой. Родом из детства, всегда. Это нужно понимать. И для начала, для начала нужно освободиться от чувства стыда, который у вас есть, скажем, в деструктивной его форме. Если можно так выразиться. Вот. То есть, чтобы стыда у вас по факту не было, чтобы вы не испытывали на себе его, значит, деструктивное влияние, то есть, чтобы вы его... не ощущали, чтобы он над вами не давлел. Да? Вот. Значит, и, соответственно, после этого, после того, как ситуация будет выявлена, да, то есть, после того, как вы перестанете стыдиться, после того, как вы... значит, ну, почувствуете себя в норме, в этом аспекте. Вот. Вот. Я полагаю, что тогда уже и можно будет выстеречь о том, что низко, а что нет. Только после этого момента. Не раньше, не позже, а нет. Только после этого. Еще раз. Стыд идет из детства. Стыд родом от Дули, и, соответственно, это негативная, неразборчивая, значит, критика ваших родителей. А еще, а еще, что немаловажно стоит, есть не принятие себя и того, что вы хотите, своих желаний. И, исходя из этого, исходя из того, что вы не принимаете себя, не принимаете свои желания, да, нет ничего удивительного в том, что вы пытаетесь добиться добиться каких-то вещей, да, ну, каких-то своих потребностей через других людей. Это нормально. Почему? А потому что если бы вы, если бы вы, себя принимали, да, такой, какая вы есть, если бы вы принимали свои желания, Вам не нужно было бы как-то хитрить, вам не нужно было бы использовать свою интуицию для того, чтобы, значит, ну, выворачиваться, да, и, значит, обманывать и себя, и своих, значит, родителей, которые вам в детстве запрещали свои желания реализовывать. Ну, я имею в виду, я имею в виду адекватным образом, вот, это, я надеюсь, понятно. То есть, второй шаг после освобождения от стыда, это, соответственно, принятие своих желаний и их реализации. Адекватным, конструктивным образом, вот, что необходимо, да, что необходимо для того, чтобы у вас, ну, собственно говоря, отношения, да, жизнь выстраивалось максимально адекватным образом, вот. То есть, чтобы это было максимально эффективно, максимально свободно, максимально непринужденно, понимаете, да, о чем идет речь здесь, то есть, вы говорите о том, что, значит, мне захотелось заботы и надежности, да, это неспроста, это неспроста, такое чувство у вас, вам неспроста хочется заботы и надежности, это означает, что самостоятельно вы себя так не чувствуете, вы не чувствуете себя самостоятельно, уверенно, сама по себе, одна, без, там, например, ну, без мужчины, например, вот, это тоже важный аспект. То есть, нет ничего низкого с точки зрения, ну, аморальности, например, нет ничего низкого в том, что вы хотите в работу и надежности, либо это желание естественно и логично, и логично для любого человека. Нет ничего аморального и низкого в том, что вы используете для этого человека, ну, мужчину в данном случае. Но, но, следует понимать, следует понимать, что, делая так, то есть, поступая подобным образом, вы себе на пользу не действует в том плане, что вы не делаете что-то хорошее для себя, понимаете? Вы, ну, вы, отношения, да, устраиваете, ну, заведомо, заведомо негативные, заведомо уязвимые. Я бы так сказал. Вот. И это необходимо, необходимо учитывать. Если вы хотите, ну, например, значит, свою жизнь выстраивать конструктивно, значит, адекватно, хорошо, полезно, да, для себя, да, для себя, максимально, максимально, максимально для себя. Вот. Понимаете, какая история? И вот это, вот это, вот, вот это, всё, нужно учитывать. Если вы хотите, хотите быть счастливой для себя, да? Следующий момент. Следующий момент. Следующий момент. Следующий момент. Следующий момент касается того, что мужчина старше вас на 16 лет. И то, что вы не испытываете симпатии, не испытываете симпатии к, значит, ну, тем родственникам, тем родственным душам, к тем одногруппникам, да, людям, которые одного возраста с вами, вот, это тоже проблема для вас, вот. Потому что, потому что это говорит о том, что, ну, вот, что-то вы, да, отвергаете себе. То есть, ну, например, например, я не такая, какой, там, допустим, должна быть, да, у меня, там, например, есть проблемы, да, вот. То есть вам не интересно общаться с своими, ну, с верстниками, вот. Говорит о том, что вы отрицаете в себе эту часть, эту необходимую часть своей личности. И это тоже необходимо скорректировать, так? То есть, чтобы вам было вообще интересно со всеми. Вообще со всеми. Понимаете, да? И вот тогда, тогда, я думаю, что вполне возможно при наличии свободного вашего выбора, при наличии, значит, чёткие системы ценностей вашей, при наличии понимания того, что вы хотите именно, да, для человека. Вот. Вот. В этом случае, в этом случае, я думаю, что всё вполне реально. То есть, в этом случае, вы можете совершенно спокойно встречаться с кем, с кем угодно. Понимаете? То есть, ситуация здесь на самом деле простая. Дело не в низости, дело не в низости, а дело в том, дело в том, что действуя так, как вы действуете сейчас, вы обрекаетесь, обрекаетесь себя на, ну, скажем так, зависимую, зависимую позицию. Вот. То есть, это позиция, при которой вы будете в проигрыше. Это не обязательно плохо. Просто это нужно учитывать. То есть, я хочу, чтобы вы это учитывали. Если вы, например, согласны, значит, с тем, да, что быть в зависимости. Если вы согласны не иметь, например, своего мнения, да, если вы согласны, значит, ну, быть ведомой, то, пожалуйста, я не думаю, что здесь могут быть какие-то сложности, значит, проблемы и так далее. Единственная низость, единственная низость, которая, ну, может здесь быть, да, это низость только одна. Это субъективная догматическая, значит, картина мира, которая есть у ваших родителей. Так же, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в подобных ситуациях, то есть, в ситуациях, когда мужчина старше старше, ну, значит, ну, женщины на много лет, да, то есть, ну, там, больше, например, пяти лет, высока вероятность того, что были проблемы с отцом, то есть, ну, у вас, у вас, значит, проблемы с отцом могли быть, то есть, либо он никак себя не проявлял, вот, либо был обороненным, вот, либо ваши отношения с ним никак не складывались, вот, следствие чего вы активно нуждаетесь вот в такой именно взрослой мужской обратной связи, вот, который на самом деле является механизмом компенсации, значит, ну, того, что вам не хватает. То есть, по сути, это не восприятие человека как отдельный, значит, ну, как отдельной личности. Так, человека вы, ну, судя по тому, что я прочитал, не воспринимаете. Он вам нужен, да, я верю, он вам нужен. Но это не то же самое, что вы сами, например, готовы ему что-то давать. То есть, вы-то, конечно, готовы, я не говорю, что вы эгоист, ну, в отношениях, вы готовы. Дело не в этом, дело в мотивации, понимаете? То есть, я готовы давать что-то своего, да, для того, чтобы, значит, что-то от него получить, что-то, что нужно мне. И это, это не является чем-то хорошим для вам. То есть, подобное построение отношений является деструктивным. А вы, вы, спрашиваете, у нас, вы спрашиваете, а низко ли, что это вы делаете? Почему? Потому что сами не уверены. Ну, не уверены в том, что делается, например, да? Вот. А почему не уверены? По какой причине? Не уверены. Да? Вот об этом и нужно, собственно говоря, разговаривать с вами. Потому что момент важный, момент адекватный и его необходимо разобрать. Ну, я надеюсь, по вполне понятным здесь причинам. Вот. А также, ну, не помню, сказал я это или нет. Важно сформулировать вашу систему ценностей. То есть, чтобы не было вот такого, что то, что я делаю низко, что то, что я делаю неправильно, там, и так далее. То есть, если я что-то делаю, это соответствует моим ценностям. Все. Проблем больше нет. Опять же нет. Никаких. Вот. А то, получается, что вы в постоянном противоречии находитесь с собой. Это тоже, знаете ли, очень много тратится сил, вот, которые бы могли быть использованы для чего-то более конструктивного, для чего-то более важного. Ну, вот. И так далее. Понимаете? Поэтому вот такие мне видятся аспекты. то есть, пока что, пока что, вы свои желания не признаете до конца, пока что, вы не готовы сказать, что, вот, значит, я хочу чего-то. И я имею на это право, да? Имею право, да? Имею право ответить. Пока вы не приняли свои желания, пока вы находитесь в постоянной борьбе, ну, ситуация будет весьма-весьма плачевной, потому что так вы будете все время винить себя. А то, что вы себя вините, будут использовать другие люди для достижения своих целей. Вот. Не всегда хороших. Не всегда правильных. Вот. И не потому что они плохие. А потому что соблазн... 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 Понимаете? Соблазн... 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 Скоро essere без измерения. Перед, ну... Искушением... Лишним искушением. Ибо искушений, в принципе, ну, и так много, чтобы еще больше, да, как-то вот их увеличивать, скажем так. Вот, поэтому надеюсь, что мой ответ вы услышали, надеюсь, что сделали для себя выводы, вот, надеюсь, что оговорочка была по Фрейду, что сделаете правильный выбор, вот, что не будете, там, просто, значит, спрашивать, да, вот, правильно ли я сделала, правильно ли я поступила, например. А все-таки будете разбираться со своими противоречиями, и уже исходя из них, из противоречий своих, уже и будете строить дальнейшую модель поведения. Вот, а мне кажется, что так правильнее всего в вашей ситуации действует. А люди, которые захотят вас, ну, осудить, значит, как-то сбить, люди такого типа найдутся всегда. И на них не стоит обращать особого внимания, потому что, как правило, подобные люди интересуются только собой. То есть, их, как бы, ну, волнуют только они сами и не более того. Давайте я еще сейчас посмотрю, да, значит, что вы написали. Ну, если у вас без обязательств, если нет абсолютно намерений, то почему бы и не повстречаться, да? Вот, значит, то есть, одно дело, встретиться с человеком, от которого ничего ждать не следует, да? Это одно дело, и совсем другое дело, если вы не чувствуете надежности, да, и стабильности. Так что это вещи совершенно разные. Так что, не надо путаться. Мужчина не даст вам надежности и стабильности, да, если, как он говорит, значит, что у него нетерезные намерения. То есть, здесь уже имеет место быть определенное противоречие. Значит, ну, с вашей стороны. То есть, есть желание, ваше, отчет стабильности. Есть мужчины, которые предлагают вам отношения, удобные, удобные, только ему. Вот. и все. И все. То есть, эти отношения удобны ему. Эти отношения комфортны ему. Для него, не для вас. Думает он. Думает он. А, значит, комфортны ему. Тоже, эм, только о себе, здесь. Не о вас. Не о том, чтобы защитить вас. Не о том, чтобы позаботиться о вас, да. Вот. Поэтому, тот факт, что вам захотелось заботы, тот факт, что вам захотелось надежности, ни в коем случае не означает, что мужчина вам это даст. То есть, здесь вопрос ожиданий. Если у меня ожидания одни, и, соответственно, я хочу чего-то, и для этого я встречаюсь с человеком, который вроде как предлагает мне видимость этого, что ситуация грозит обернуться серьезными разочарованиями, потому что, ну, разность, у нас сейчас, ну, разность в желаниях, она всегда играет очень роковую, роковую роль, вот. И, в общем-то, заканчивается всегда печально. Вот. Для героевников я вам уже сказал. Вот. Дальше, если понравится парень, он либо не идет на общение, либо первым, либо не свободен. А почему вы считаете, что он должен идти на общение первым? То есть, вот, в чем проблема вам первой пойти на общение? Да. То есть, видите, как бы, у вас с парнями не получается строить отношения в силу, ну, может быть, страха близости, может быть, неких образов негативных, которые вызывают у вас подобные люди. Вот. И вы идете дальше. Вы идете дальше. То есть, как бы, не решая проблемы здесь, вы просто-напросто, как бы, ну, принимаете наиболее простое решение в этой конкретной ситуации. Вот. Хотя, 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 простое решение это далеко не, ну, далеко не всегда, то решение, которое даст вам желаемый результат. Вот. Скорее, это говорит о том, что вы, ну, как-то, вот, не умеете решать проблемы, да. Скорее всего, скорее, это говорит о том, что вы как-то вот, значит, склонны, скорее, избегать проблем, чем решать их. Вот. И это, конечно, никак не может говорить о вас. ну, хорошо, да, то есть, ну, конструктивно. В конструктивном русле это не может вас характеризовать, к сожалению. Вот. Ну, потому что я уже сказал, да, о чем идет, дальше. Вот. и таким образом получается, что мужчина, который вот, ну, которого вы младше на 16 лет, просто-напросто был выбран вами для того, чтобы разрешить, ну, какие-то свои противоречия, какие-то свои трудности и так далее. Ну, отношения справедливости ради так не строят. Вот. Если хотят отношений, конечно, ну, таких серьезных, я имею ввиду. Вот. Вот. благосрочных, счастливых отношений. Вот. Они строят. И, собственно, дальше вам решать, что вы будете делать. То есть, дальше только вам смотреть, как вы будете действовать, что вы будете делать, какой вы примете выбор. То есть, вы можете не прислушиваться к моим рекомендациям. Конечно же. И действовать так, кажется правильным вам сейчас наиболее, ну, понятным, простым. А можете обратить внимание на себя, да, можете обратить внимание на свои противоречия. Вот. И, собственно говоря, постараться разрешить именно их, ваши противоречия, которые помогут вам в ближайшем будущем получить то же, что вы хотите получить сейчас, только, ну, знаете как, более, более конструктивным, более естественным, более безопасным для себя путем. на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи и с наступающим вас праздником.